Рязань будет отмечать свой 921 день рождения в течение трех дней. Сегодня открыли выставку, посвященную легендарному руководителю города Надежде Чумаковой. Рязанские парашютисты приняли участие в главных соревнованиях сезона – Кубке Кремля. И сегодня в РГУ имени Есенина был издан приказ о зачислении. Вчера президент страны Владимир Путин провел совещание по вопросу развития сельского хозяйства Центрального Нечерноземья. В нем принял участие губернатор Рязанской области Олег Ковалев. В ходе совещания, которое состоялось в Тверской области, речь шла об укреплении сферы сельского хозяйства Нечерноземных регионов Центральной России. Президент отметил, что эти территории обладают большим потенциалом для развития. Обращаясь к собравшимся, Владимир Путин отметил, что территории, входящие в состав ЦФО, обладают большим потенциалом для развития сельского хозяйства. По словам Владимира Путина, государство продолжит оказывать АПК Нечерноземья всю необходимую поддержку. Только в текущем году на мероприятии по развитию сельского хозяйства в Центральной Нечерноземной зоне запланировано направить 23 миллиарда рублей. Это на 3 миллиарда больше, чем годом ранее. Напомню, что деньги выделяются в рамках государственной программы развития сельского хозяйства с общим объемом финансирования 224 миллиарда рублей. Важно обеспечить эффективное использование этих ресурсов. В том числе нужно совершенствовать механизм субсидирования сельскохозяйственных производителей. Делать это более понятным, прозрачным способом. Своевременно доводить средства до конкретных получателей. Тщательно контролировать, безусловно, как они расходуют эти деньги. Следить за тем, чтобы деньги не уходили на проекты, не способные приносить результат. Глава государства поставил ряд задач, касающихся повышения эффективности растениеводства, животноводства, возвращения в оборот земель сельхозназначения, развития сферы переработки. Кроме того, в ходе совещания состоялся обмен мнениями по вопросам профилактики и ликвидации АЧС. В рамках дискуссии выступил губернатор Рязанской области Олег Ковалев. Он отметил, что инструкция, в соответствии с которой ведется борьба с заболеванием, разработана в 1980 году и морально устарела. Необходимо постановление правительства принять новый нормативный акт, который бы все аспекты, исходя из реалий сегодняшнего дня. Говоря о программе устойчивого развития сельских территорий, губернатор Олег Ковалев отметил, что ее необходимо продолжить. При этом особое внимание должно быть уделено привлечению специалистов как непосредственно в АПК, так и в бюджетную сферу. Только в этом году в район региона отправились 60 семей молодых специалистов. Они получили всю необходимую финансовую поддержку. По словам Олега Ковалева, продолжение программы позволит активизировать эту работу. С сегодняшнего дня в силу вступили изменения движения транспорта в городе. Так, на Площади Победы отменят левый поворот с Первомайского проспекта на проезд Завражного. Также изменится и выезд проезда на проспект во всех направлениях. При этом выполнение левого поворота будет возможно и с правой полосы проезда части, сообщает сайт администрации. Также сообщается, что движение изменилось из-за замены светофора. Три дня Рязань будет отмечать свой 921 день рождения. Гости областного центра и его жители смогут посетить больше трех десятков мероприятий, которые пройдут в разных районах города и придутся на вкус тем, кто любит музыку, танцы, спорт, народную культуру и, конечно же, зрелище. Оксана Тебенихина программа «Праздника» подробнее. Подготовка к празднованию Дня города в самом разгаре, несмотря на то, что первые торжества уже начались. В эту пятницу в 18.00 на Почтовой проходит фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2016». Традиционная пятница на Почтовой обрела великий повод. В субботу в 8.00 состоится традиционный молебен во славу Рязани у Успенского собора. В тот же день в 10.00 пройдет церемония возложения гирлянды воинской славы к памятнику воинам, погибшим в локальных войнах. В 11.00 на стадионе ЦСКА пройдет военно-спортивный праздник «Рязань-столица ВДВ». Ну а в 21.00 будет организован опен-эйр от «Радиомир» там же, на площадке перед ЦСКА. 31.00 с 11.00 до 3.00 в дня в Центральном парке культуры и отдыха впервые состоится ярмарочное гуляние Рязанской подворья, которое пройдет в рамках празднования Дня города. Культурно-развлекательной и ярмарочной программой будет охвачена вся территория парка. Будут работать обжорные ряды. Во время ярмарочного гуляния рязанцы и гости города смогут познакомиться с народными промыслами Рязанской области и других регионов России. Подготовлена разнообразная интерактивная программа муниципальных районов области. Ну и завершатся праздничные для Рязани рязанцев дни, ставшим уже традиционным праздничным концертом на площади Победы. Начало в 19.00. Завершатся гуляния фейерверком. Как сообщает сайт администрации Рязани, в связи с концертом будет временно перекрыто движение транспорта от пересечения Первомайского проспекта с улицей Вокзальной до пересечения Первомайского проспекта с улицей Дзержинского с 19.00 до 23.00. Движение городского пассажирского транспорта будет изменено. Подробности ищите на сайте администрации и рязанских интернет-порталах. Не стоит забывать, что 31.00 числа состоится открытие соревнований «Авиадартс» в 10 часов на аэродроме Дягилева. Церемония будет красивой и воодушевляющей. Всем желающим советуем не пропустить. И первым подарком городу стало открытие выставки, посвященной его легендарному руководителю. Сегодня имя Надежды Чумаковой стало нарицательным. Этот человек является примером преданности своему делу и служения родному городу, развитию которого она посвятила в свою жизнь. Теперь рязанцы смогут взглянуть на редкие вещи и документы легендарного мэра. Официальные документы из рязанских архивов, фотографии и личные вещи – все это можно увидеть в холле библиотеки. Воспоминаниям о легендарной городоначальнице праздничные дни открылись не случайно. По сей день Надежду Николаевну называют самым эффективным в истории города мэром. И подчеркнул значимость ее вклада в развитие Рязани – нынешний глава города. И проезжая сейчас по городу, весь город именно пронизан ее любовью к нашему любимому городу. И мы с вами должны быть теми последователями, которые сделают наш город еще лучше и еще краше. Потому что она своим трудом, ни жалей ни сил, ни времени отдавала полностью всю себя нашему любимому городу. Чумакова внесла неоценимый вклад в решение многих социально-экономических проблем. В реализацию программ развития Рязани и районов области. В становлении Рязани как крупного промышленного и культурного центра. За почти 20 лет работы Чумаковой на посту председателя горосполкома введено в строй 5 миллионов квадратных метров жилья. Более 250 тысяч семей улучшили свои жилищные условия. Построены десятки школ, несколько больниц, центральный спортивный комплекс, здание Рязанского областного театра, кукол, цирк, автовокзал, почтамп на улице Почтовой, музыкальное училище, кинотеатры АК, Москва, Октябрь и многие другие объекты социального и культурного назначения. Главным достижением Чумаковой по сей день считают мост через АКУ. То, что мы работали рядом с этой великой женщиной, вы знаете, это не приукрашение, она действительно великая женщина. Вот сейчас, спустя, когда ее нет, мы все убеждаемся, я эти разговоры слышу даже в троллейбусах, эх, нет на вас надежды Николайны Чумаковой, когда вот видят люди грязь и так далее. Помимо экспозиции, которая теперь будет постоянно действовать в холле библиотеки, рядом со зданием библиотеки появился новый арт-объект – литературная скамья. Библиотечное пространство тоже обновлено к празднику, и все это стало одним из череды подарков городу на 921 день рождения. Мы сегодня радуемся, радуемся открытию экспозиции, радуемся людям, которые откликнулись на наш призыв о помощи для того, чтобы эта экспозиция состоялась. Мы благодарны Игорю Ивановичу Кирееву и его группе художников, которые смогли услышать нас и сделали экспозицию, которая будет всегда интересна, будь то дети, будь то взрослые люди, потому что экспозиции нам помогали родственники. Огромное спасибо родственникам Надежды Николайны Чумаковой, которые поделились с нами личными вещами. Празднование Дня города только начинается, но и выставка, и скамья будут напоминать о любви жителей к родному городу постоянно. Рязанские парашютисты приняли участие в главных соревнованиях сезона – Кубке Кремля. Воздушность осязания проводится уже более 18 лет. В июльском небе над Рязани раскрыли парашюты профессионалы и воспитанники парашютных секций. Анна Герцовская пообщалась с чемпионами поднебесного спорта. В этих соревнованиях приняли участие порядка 70 человек из разных уголков страны. 9 мужских команд по 4 человека в каждой и 5 женских команд по 3 девушки в каждой команде. Абсолютную победу одержали наши рязанские спортсмены Центра специальной парашютной подготовки. Спортсмены нашего Центра заняли первое, второе место среди мужчин и женщины завоевали педестал полностью. С одной из таких победительниц нам удалось пообщаться. Она рассказала, какую ювелирную работу приходилось выполнять, чтобы заработать необходимые для победы очки в прыжках на точность приземления. У нас находится большой мат, на котором лежит датчик. Датчик – это 16 сантиметров радиуса. В центре него двухсантиметровая мишень. Идеальным будет максимально точное попадание в эту желтую мишень. Это 2 сантиметра она. По словам участников, площадки, на которых выполнялись приземления, были в этот раз весьма специфические. Раньше это была сильно ограниченная местность – в центре города или на Кремлевском валу. Тогда соревнования были международные. И из-за сложности в приземлении на них допускались спортсмены не ниже мастеров спорта. Однако теперь, чтобы привлечь массовость к парашютному спорту, правила, как и сами площадки, немного поменялись. Несколько туров проводились на площадке приземления Житого. И там прошло 3 тура. На следующий день площадка приземления была выбрана Сельце. Она достаточно ограниченная и сложная по своим характеристикам. С одной стороны, с двух сторон. С одной стороны – танковое поле. С другой стороны – река. И с обеих сторон – площадки деревья. То есть для неопытных спортсменов она была достаточно сложной. В этот раз выступавшие за наш регион спортсмены все одновременно являются военнослужащими. Их уровень подготовки очень хороший. По словам руководства, они проводят в тренировках круглые сутки. Это и боевая подготовка, и различного рода нагрузки. Так что совершение соревновательных прыжков в течение года, даже в 30-ти градусный мороз – это для рязанских спортсменов нормально. Стоит сказать, что эти соревнования стали традиционными. Они проходили в 26-й раз при поддержке воздушно-десантных войск и администрации города Рязани. 26 июля по всей России был последним днем приема документов у абитуриентов очной формы обучения на бюджетные места. Формат зачисления остался прежним за одним исключением. Абитуриент, как и раньше, вправе подать заявление в пять вузов по трем направлениям. Но участвовать в конкурсе сможет только по одному – в каждом учебном заведении. Сегодня в РГУ имени Есенина был издан приказ о зачислении. Какие специальности пользуются все большей популярностью, узнал наш корреспондент. Сегодня все приемные комиссии российских вузов опубликовали первые приказы о зачислении. Это те приказы, по которым проходят абитуриенты, имеющие особые права, и абитуриенты-целевики. В РГУ имени Есенина 33 человека зачислены на основании особых прав. Это дети-сироты и инвалиды. И 63 человека – это целевики, которые прошли отдельный конкурс. В общей сложности целевиков было более 100. Среди них был отдельный конкурс. Это в основном те дети, которые заключили договор со своими школами и в дальнейшем планируют связать свою жизнь с профессией учителя. Ну а те выпускники школ, которые проходят по общему конкурсу, в ближайшее время должны привезти в приемную комиссию оригиналы документов об образовании и написать согласие о зачислении. Тогда они будут участвовать в общем конкурсе, результаты которого будут известны 3 августа. Это что касается бюджетных мест. Многие платники уже сейчас оплачивают договоры, потому что взглянув на рейтинговые листы, они нашли себя на таком месте, что они уже сейчас видят, что бюджетное место для них недоступно. Они заключают договоры и оплачивают. Особенностью приема этого года является тот факт, что на платной основе можно подать заявление до 15 августа. То есть те абитуриенты, которые не смогут пройти бюджетный конкурс в других вузах, могут приехать в том числе и в наш вуз и до 15 августа подать заявление на платное обучение, заключить договор, оплатить его и 20 августа они найдут себя в приказах на зачисление на платной основе. Анастасия Жилкина приехала поступать в Рязанский госуниверситет из Скопина. Сейчас она видит свое имя в списках поступивших на бюджетную основу. Настя прошла именно по целевому направлению. Я пришла в Рыбу, потому что многие мои родственники тоже заканчивали этот университет и мне тоже хотелось его окончить. Я сразу еще в пятом классе определилась, что я хочу стать учительницей английского языка. Ну и поэтому пришла сюда и поступила. Так что поступающим мальчишкам и девчонкам в этот напряженный период хочется пожелать удачи и увидеть таки в окончании свои имена в заветных списках. Насыщенные праздничными мероприятиями выходные требуют от природы должной погоды. Что ждать от нее в эти три дня, расскажет Наталья Новикова. Антициклон, который долгое время определял погоду в нашем регионе, постепенно разрушается и отступает на юго-восток. Власть над погодой медленно, но верно будет переходить к атлантическому циклону, который располагается над Скандинавией. Особой прохлады он не принесет, а вот погоду с кратковременными дождями и грозами поддержит. В выходные погода сохранится жаркой, температура днем будет повышаться в черте города до 28-30 градусов по области, до 25-30. В дневные часы возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер будет дуть с запада и юго-запада, но по-прежнему скорость его невелика. Судя по всему, лето выходит на максимум, и хотя, конечно, будут еще теплые деньки и в августе, лучше воспользоваться предоставленной природой возможностью и провести выходные на природе. На Рязанской аллее путешественников появился еще один бюст. Сегодня увековечили память об известном мореплавателе Василие Головнине. В этом году отмечается 240-летие со дня его рождения. Василий Головнин – один из наиболее прославленных российских мореплавателей, прошедший путь от кадета морского корпуса до вица-адмирала, директора департамента кораблестроения. Совершил кругосветное плавание. Исследуя Курильские острова, был пленен японцами и провел в неволе два года, о чем впоследствии рассказал в записках флота капитана Головкина о приключениях его в плену у японцев, которые были опубликованы в 1818 году и переведены почти на все европейские и многие восточные языки. «Очень хорошо устроено было и хорошо, что здесь собрались. И все-таки это память и история наша, которую мы должны всегда помнить». «Мы уже сохранили эту фамилию Головнины и морскую традицию. У меня отец моряк был, он погиб под Ленинградом. И, в общем, наш такой Головницкий клан, он довольно обширный. И вот такие события, как открытие памятника у Старожилови, это великолепный памятник. И вот сегодняшние события, честно говоря, какое-то чувство гордости и радости присутствует, безусловно». На этом у меня все. Завтра подведем итоги этой недели. А пока хорошего продолжения вечера и праздничных выходных в честь любимого города. Редактор субтитров А.Семкин